Представь, что тебе нужно выбрать один из этих трех ключей. Но от твоего выбора будет зависеть очень многое. Здесь вот есть какой-то потрепанный, есть почти новый и с каким-то странным логотипом. Ну давай, решайся. Какой берешь? Если ты выбрал первый ключ, то он от самой быстрой пятерки своего времени и самой известной BMW в стране. Здесь V10, двигатель под 600 лошадиных сил, ну кто не знает эту машину. Если же ты выбрал ключ с непонятным логотипом, то поздравляю, тебе досталась самая редкая BMW E60 из возможных. Это Alpina B5S, которая ехала более 300 км в час, разгонялась до сотки за 4,6 секунды, имела салон ручной работы и стоила по тем временам около 140 тысяч евро. Ну а теперь самое главное. Если ты выбрал средний ключ, то в конце этого выпуска он может оказаться у тебя в кармане. Потому что мы купили вот такую же BMW E60, довели ее по внешке до вот этих вот легендарных версий и в конце этого выпуска продадим тебе всего лишь за 1 рубль. Специально для тебя мы собрали в одном кадре самые крутые BMW E60, круче которых ничего просто не может быть. Это настоящий гараж мечты и самое главное одну из этих машин. Сегодня ты можешь себе забрать всего лишь за 1 рубль. Но я просто не могу поверить, что у нас даже есть ключ от М5 ТЕНЬ этой знаменитой тачки. Давай посмотрим эти лимитированные крутейшие версии, а потом разыграем вот эту малышку. Короче, это именно та тачка, которую называли «Золотая» вначале, правильно? Все верно. А потом «Тень», причем «Тень» ее называли, потому что ей просто достался вот этот вот номер. И в итоге, ну, так случайно получилось, она стала называться «Тенью». И у нас реально есть ее ключ. И у нас есть не просто ее ключ, у нас есть еще и ее хозяин, который, если что, может рассказать во всех подробностях. Ты понимаешь, что вот эта машина, она только для опытного водителя, для водителя хладнокровного. Потому что очень легко можно поддаться на эти эмоции, а не начать на ней ехать быстро. И все это может закончиться очень печально. Блин, это даже не похоже на М5 уже. Это что-то следующее. В помещении это вообще просто смертью шамбома. Короче, здесь фишка в том, что это V10, единственный созданный в истории BMW для серийной тачки. Но прежде всего, пацаны, посмотрите на цвет. Это оригинальный цвет этой машины, правильно? Все верно. Эта пленка, по сути, повторяет этот оригинальный цвет. Такой симпатичный цвет был, фильмы в свое время, и М6 были. Я никогда не видел М-ки такие. Были, были, были. Вот. Но потом машина была, получается, золотистая, потом серебристо-золотистая. Кстати, этот мотор третий по счету. Два предыдущих, я так понимаю, здесь положили. Да, первый, как говорят, разлетелся на скорости за 300, другой получил гидроудар. Ну, то есть обычный четверг просто. Здесь меньше пробег 100 тысяч километров, правильно? Да. Но при этом мотору еще пробег вообще просто девственный должен быть. Она тут просто потрясающая без охраны. То есть эта тачка прошла, этот кузов прошел меньше 100 тысяч километров. 300, мы его догоняем. 304. Все, рост, говори, мы его догоняем. 320. Притом, что это третий мотор, то есть это, можно сказать, новый мотор по меркам. Это 507 лошадиных сил, но еще и прокачанный, насколько я понимаю. V10, 5 литров. Атмосферный. Атмосферный, да. Полностью магистраль суперспринт, плюс чиптюнинг. Короче говоря, до 600 лошадей. Тяга на низких, на средних оборотах оставляет желать лучше. А, его крутить надо. И он очень хорошо крутится, его надо крутить, потому что машина после там 6 тысяч начинает ехать совершенно по-другому, нежели до этого. Сцепление же надо регулярно менять, если ты ездишь агрессивно, правильно? Если ты ездишь агрессивно, сцепление может быть как расходник, как колодки, там, 5-10 тысяч. Какой бюджет? По-моему, по текущему курсу, по текущим ценам, я думаю, что это в интервале от 100 до 200 тысяч уже. Сегодня на третьем кольце, пока мы сюда ехали, мы встретили Давидыча. Потом мы встретили Давидыча здесь, в Бруклендсе. Он приехал сюда, оставил свой Rolls-Royce. Так совпало, что мы снимаем бывшую его тачку, а он приезжает сюда. Просто фан. Да, мы немного напряглись, думаем, может он знает, что мы будем снимать его тачку. Такое подойдет, ребята, петушиный поступок совершайте. То есть все, начнется вот эти разговоры, но нет. Что мне нравится в салоне, Илюх, первая и главная деталь. Такая подчеркивающая скромность владельца. Руль? Нет. Кресло? Нет, братан. Надпись на люке. Ты смотришь в небо, там, где бог, и написано. Godfather of Moscow Street Racing. Бог-отец. Московского стрит-рейсинга. Крестный отец. Крестный отец, окей. Крестный отец Московского стрит-рейсинга. Ни много, ни мало, ребята. Ну, в общем, что правда, что? И здесь опять видно вот этот вот цвет. Потому что смотри, он какой-то нежный такой, светлый, оригинальный цвет этой машины при рождении. Здесь все брендировано, соответственно, под Давидовича. Даже на ковриках есть логотипы, на руле есть логотипы, на люке, как Леха сказал, есть надписи. В общем, она прям, я не ожидал, что она настолько затюнена, потому что даже iDrive более современный сюда врезан. Врезан другой экран. В общем, по электронике тоже с тем другая машина. Салон перешит, дверные карты перешиты. Короче, ну, выглядит дорого-богато, что сказать. Даже по нашим временам выглядит очень неплохо. Руль был такой вот. Сейчас вам покажу. Он был сделан Анатомией. Я его сейчас заменил на просто стоковый руль. Потому что, ну, честно говоря, вот этот руль мне прям вот не очень нравился. Ну, так как машина моя, я уже думаю, что я могу это сделать. Поэтому руль стоковый, а вот подушка осталась от этого руля. Что мне нравилось у этих эмок, кстати. Смотри, здесь реально механический такой тахометр. Если я сейчас завожу машину, то появляется вот эта вот красная зона. Когда двигатель будет прогреваться, она будет автоматически снижаться вниз. Обалдеть. То есть я сейчас могу крутить двигатель только до шести. А можешь потом крутить до восьми с половиной горячей. И он просто бешеный был по оборотам. Здесь легкие поршни, их десять. Они раскручиваются. И она на максималке звучала просто как Формула-1. Кстати, про нашу Бэху за рубль. Да, мы отдадим тебе ее именно за рубль, разместив объявление на Авито. И мы сделаем это прямо сейчас. Но для того, чтобы усложнить поиски, мы разместим объявление по цене ниже рынка. Не за 1 рубль. И ты сможешь отыскать его по отметке «Отличная цена». Смотрите, как это работает. Мы загружаем объявление, и Авито подсказывает нам, какую цену ставить ниже рынка. Вносим все необходимые данные о тачке и получаем ориентир по цене. В нашем случае это 450 тысяч рублей. Именно при такой стоимости у нас будет отметка «Отличная цена». И, конечно, мы проверили наше объявление через автотеку. Здесь мы видим четырех владельцев без ДТП. На Авито эта Бэха уже размещалась дважды. В розыске залоги не состоит. Здесь также видно, что по данным с последнего ТО, пробег у машины примерно 180 тысяч километров. И с каждым следующим визитом в сервис или размещением объявления о продаже он постепенно увеличивается и отмечается на этом графике. Кстати, узнать, сколько твоя тачка стоит прямо сейчас, можно даже не создавая объявление. Прямо тут в описании будет ссылка на специальный инструмент, куда тебе необходимо вбить все свои данные по тачке. А Авито скажет, во сколько ее сейчас оценивает рынок. Достаточно вбить модель, марку, объем двигателя, пробег, место сделки и количество владельцев. И Авито покажет тебе отличную и хорошую цену на твою тачку. Смотрите, нашу BMW Авито оценила вот такую сумму по отличной цене. И именно за такую сумму мы ее и выставим на продажу. А тебе продадим за рубль уже совсем скоро. Они вот не все дожили до современности, потому что их обслуживать дорого, реально дорого. Я сам с ним столкнулся, там какие-то мелочи обходятся приличные, а машина периодически что-то требует, каких-то вложений. Вот. Хорошая M5, а просто E60, я думаю, сейчас стоит порядка там от двух до трех миллионов рублей. Вот уже цены такие. Казалось бы, F10 M5 стоит там уже тех же денег. Столько же. Да. Но проблема, что если ты найдешь машину, которая там за миллион в интернете, скорее всего, миллион нужно будет просто вложить. И ты будешь этим процессом еще заниматься. Не только ты отдадаешь деньги, еще время. Ну и плюс ее стоимость с точки зрения пиара, с точки зрения контента, она для всех разная. Фары, они не остались в комплекте, просто эти новые. А, были фары. С собаками? Да. Скажем так. На самом деле, эмблема была с бульдогом, но я поменял на BMW, но все-таки для меня это больше как M5 E60, а не тень. Заглянем в багажник, может быть? Давай. Может, там какие-то есть. Какие тайны хранит, а? Багажник Давидыча. Никаких. Блин. Ни одной. Вообще. Мне кажется, тайны все-таки хранит, потому что здесь мы видим как раз пленку, как она выглядит. Смотри. Серебряная, да? Зеленая. И, по-моему, желтая дальше, Илюха говорил. Вот как это сделан цвет, ребята. Секретные технологии. Здесь используются те пленки, которые никогда не использовались на автомобилях. Они не предназначены для автомобилей. Они предназначены для фасадов, для рекламы, но не для авто. Поэтому, когда мы машину переклеивали полгода назад, мы столкнулись с определенным количеством проблем. Но многие думают, что здесь такой вишневый хром, что здесь один слой пленки и все. На самом деле, тут вообще история очень сложная, очень запутная. Машина изначально серебристая вся, в серебристом хроме. Причем японском, причем который уже не производят. Дальше идут две пленки. Цвет пленки, на самом деле, не вишневый. Цвет пленки зеленый и желтый. И вот при смешении двух этих оттенков получается вот такой вот фирменный вишневый цвет. Машина все-таки чуть-чуть ярче. За счет того, что при подложке используется сам хром. То есть, вот хромированная пленка вот этим и отличается. Потому что она добавляет вот именно блеска автомобилю. Но для меня, на самом деле, самая главная интрига, то, что это топ оф зе топ, ну просто, которого круче ничего не могло быть. Но у нас сегодня есть машина, которая в теории где-то может с ней побороться. И интересно, может ли она что-то противопоставить настоящей М5? Это лимитированная, уникальная, редчайшая, крутейшая Бэха Е60 Альпина Б5. Наклейки, кто-то подумает, что это какой-то кошмар вообще просто. Не-не-не, вот эти полоски, это самый вот мой любимый штрих в альпиновских тачках. Оригинальные альпиновские колеса, разумеется. Сейчас они на зимней резине. Пацаны, это, извините, пожалуйста, это же самый главный вообще фетиш у Альпин. Именно вот эти многоспицевые колеса, это просто нереально. Но поскольку она такая же быстрая практически, как и М5, здесь взяли просто огромные диски от семерки BMW 12-цилиндровый. И они просто огромные, здесь просто их, ну не знаю, они занимают всю... Обалдеть. Да, это 18-е колеса, и тормозной диск практически полностью занимает все пространство внутри диска. Вы только посмотрите на это. Кстати, обратите внимание на интересный факт. Сегодня наши три шестидесятки, все выглядят круто, но у всех немного разная аэродинамика. У нас обвес М-техник. На тени обвес М, естественно, ее родной. Здесь родной обвес Альпина. И они все отличаются. М-техник от М отличаются меньше. Альпина самый радикальный. Но давайте посмотрим, что у нее, например, под капотом. А здесь совершенно другая философия. Абсолютно. Если в М5 под капотом атмосферник В10, то здесь совсем другой коленкор. Это В8 4.4 на компрессоре. Здесь 530 лошадей после того, как она стала версией S. И разгоняется эта тачка до сотки на заднем приводе за 4-6 секунды. Нет, появится. На спидометре у нее 330 км в час максималки. Но я думаю, она едет свои 310. В общем, эта философия машины, что это комфорт для гран-туризма, который дает максимальный перформанс. То есть машина по динамике М-ке не уступает. Но в плане комфорта она ее превосходит. Но, конечно, рулица Альпина считает, что хуже, чем она. Глава Альпина говорит, что если ваша машина хороша на Нюрнбург-ринге, она будет никчемной на дороге. И, возможно, он прав. Но самое главное, пацаны, то, что Альпина это типа не тюнинг. За тюнинг вам сразу дадут металлическим ключом по... А здесь свой ВИН. Это автомобильный производитель. Хотя этих тачек произведено около 500 штук, здесь зачеркнут BMW-шный ВИН и уже поставлен свой альпиновский. Представляешь, насколько... Мне нравится вот этот подход. BMW произвели тачку, они просто... Пусть зачеркнули их ВИН, написали свой. Просто психологически писаешь, что ты покупаешь машину за много денег. И когда ты видишь, что здесь ВИН перечеркнут, у тебя просто паника. А паника как в отделении, где это регистрируют? Ну, в этой ситуации мы просто наша... Это самое, мы уже... Здесь наша полномочия, все. И еще один небольшой штрих. На этот раз уже о владельце этого автомобиля. Я вам уже сказал, что это фанатичный человек. Откроем багажник. Просто посмотрите, насколько этот человек закупился оригинальными запчастями. Как мне сказала Илюха, не оригинальных запчастей для Альпины не производят. Просто не найдете их. Просто, чтобы вы понимали масштаб. Человек даже брелок для ключа купил оригинальный, потому что ему его брелок Альпина показался немного поношенным. А мне вот нравятся рамки официальные, альпиновские, которые вы не купите, ребята, в Альпине, если вы не предъявите ВИН номер своей машины. Вам не продадут даже коврика в салон, если ты не владелец Альпины настоящий. Наклейки! Официальные, б***ь, наклейки. Да, он купил наклейки. В какой степени? Он купил шильди. Дэн, остановись. Остановись, еще есть возможность повернуть назад. Дэн, у тебя бесконечное количество денег, все это понимают, но... Ты понимаешь, что 10 евро только за коробку они берут такие? Это же Альпина, кому нравится. У этой тачки есть чехол Альпина, А у чехла есть чехол, в который его убирают, понимаешь? Простите, простите, Альпина, я потерял чехол для чехла. Сколько мне будет стоить? Предъявите ВИН номер! Твою мать! Чехол для чехла, понимаете, да? Фантастика. Эта машина в свое время, ну, была за гранью. Это BMW 5-й серии. По сути, ничего обычного, но она стоила, как в Феррари. Нет электропривода, я правильно понимаю? Все правильно понимаешь. Это для облегчения, правильно понимаю? Здесь кожа, 5 коров потрачено на салон, но электропривод... Лучшая кожа, которая только могла быть. Электрорегулировки. Кресла принципиально отличаются от М-ки. Подушечки отдельно регулируются, смотри, под шею. Кнопки плюс-минус на руле, которые перекидывают передачи. Совершенно другая коробка передач. И, конечно, синие приборы. Синие приборы напоминают вот этот, знаешь, Омега-Зимастер, вот дорогие часы швейцарские. Да, 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 заведем. Да. Есть. Да. Точно так же выскакивает красная зона. Здесь и сейчас я могу крутить машину только до 5 тысяч, и вот она уже полезла вниз. Причем здесь обороты, смотри, совсем другие. Здесь 6 тысяч максимум, хотя у М-5 до 8 спокойно все это крутилось. У нас действительно много гостей, много друзей. И мы на самом деле просто со всеми дружим. И я помню, что, ну, благодаря тому, что я стал снимать, у нас стало больше клиентов, потому что они видят меня, видят там мое отношение к машинам, и понимают, что мы, ну, делаем все качественно. Поэтому подпишитесь на мой канал, вот так. Вот здесь вот другие покупки крутых машин. Судьба этой М-5 и другие ролики Илюхи. Переходите и смотрите дальше, а мы продолжаем. Ну что, ребят, это не М-5, честно скажем. Это 525, да? Это не Альпина. Но мы приложили максимум усилий, чтобы эта тачка на их фоне выглядела, ну, как минимум, неплохо. Да, это не идеальная машина, но она интересная, она на ручке. У нее 2,5 мотор, 218 лошадей. Это машина немедленная. И давай скажем, сколько мы потратили на нее. Мне кажется, будет интересно. Ты знаешь? Да, я знаю. Я веду учет. На сегодняшний день на этот автомобиль, вместе с его покупкой и доведением до этого состояния, мы потратили ровно 700 тысяч рублей. И это наш самый дорогой проект. Да, но мы, по всему прочему, вложили сюда еще свои усилия, потому что нужно было установить обвес. Ставили новые детали, у нас новые колеса. Причем колеса больше, чем у Альпины. У нас механические простые кресла, но они дают больше пространства для задних пассажиров. Более того, если ты один из этих карбоновых капотов, это еще больше увеличит стоимость. Эта тачка в нормальном состоянии, мы ее взбодрили, мы поменяли расходники, поменяли масло, мы ее обслужили. Этот автомобиль, на котором вы можете ездить. У нее задняя электрошторка, у нее подогрев руля, кожаный салон, электростекла. Это автомобиль, по сути дела, современный. А сейчас объявление с продажей нашей тачки появится на Авито с отметкой «Отличная цена». И если ты хочешь забрать нашу бэху себе, то ты должен зайти на Авито прямо сейчас, отыскать ее там, добавить ее в избранное нажатием на сердечко, и там же написать нам личное сообщение с кодовой фразой «Внимание! Куплю тачку по отличной цене». Все, ты участвуешь в розыгрыше нашей бэхи. Но не забывай, нам очень важно, чтобы ты соответствовал простым базовым требованиям, которые ты видишь сейчас на экране. Это исключительно в интересах безопасности. Ты всего лишь должен быть зарегистрирован на Авито, быть подписан на наш YouTube-канал, должен быть совершеннолетним и иметь водительские права. Все! А 15 апреля в нашем инстаграме «Привет, тачка» мы, как всегда, проведем прямой эфир, в рамках которого выберем победителя. Наша тачка достанется ему всего за 1 рубль. Еще раз, все условия нашего конкурса самым подробным образом будут описаны в описании этого видео. Пожалуйста, перейди туда и прочитай их еще раз. Это важно, если ты хочешь выиграть нашу тачку. А здесь другие серии про тачки за рубль. И удачи тебе! Участвуй в нашем конкурсе. Большое спасибо за просмотр. Подписывайся на канал. Пока!